Весь 20-й век был процессом поражения традиционалистов. Они были у власти полностью до 1914 года. Потом это был удар, когда четыре монархии были уничтожены. Очень мощно подвинули аристократический класс, лирикалитет, лирикальные классы. В итоге эта традиционная верхушка, связанная с символическим истолкованием мира, с сакрально-символическим его описанием, она была сильно задвинута на второй план. Не уничтожена, как хотелось бы, американцам. Американцы делали все, чтобы ее уничтожить. Они пытались ликвидировать японского императора. Они не ликвидировали Савойскую династию. То есть, саму династию нет, но монархию в Италии за счет фальсифицированного референдума. Через черных полковников они ликвидировали монархию в Греции. То есть, они сделали очень много в этом плане, но они не сумели окончательно довести работу до конца, несмотря на оккупацию Европы. Скажем, с Румынией там уже поработал Советский Союз. Король Михай вовремя перешел на сторону СССР, тем самым не дав возможности интерпретировать румынское государство как прямого союзника Райха, как это было сделано в Венгрии, например. Да, и с Финляндией тоже там не совсем так получилось. Но, по крайней мере, вот Румыния, она спасла себя как государство, которое имеет права участника после военного такого выживания, после военного раздела и стабилизации Европы. Ну, попала в Советский лагерь, король Михай должен был уйти. Я думаю, что он ушел бы, если бы попал и в Американский лагерь. Вот, потому что американцы боролись с монархией еще более жестко и эффективно, чем Москва. Вот. Но после 45-го года традиционалисты все-таки сумели стабилизировать ситуацию и стали второй мажоритарной группой держателей акций в мировом обществе. Вот. Либералы стали группой номер один. Либералы, которые были всегда, как бы, борющиеся такой ценевой структурой, делали ставку на парламенты, на политические партии, на электораты до 2014-го года. Да, вот они наконец-то прорвались и оккупировали не только всю Европу, но и весь мир.